А вот аналитики Евразийского банка развития спрогнозировали и замедление экономического роста в Казахстане. По их мнению, в 2019 году ВВП республики опустится с 3,9% до 3,3%. Экономика стран Евразийского региона будет зависеть от решений, принятых в ответ на возросшие внешние риски, считают эксперты. Какие еще существуют риски для отечественной экономики, мы поговорим с нашим гостем. Это экономический обозреватель Денис Кривошеев, он сейчас на прямой связи из нашей алматинской студии. Денис, здравствуйте. И первый же вопрос. Вы согласны с прогнозом ЕБР о том, что в следующем году мы потеряем 0,07% ВВП? Добрый день. Вы слышали? В этом нет ничего странного. В принципе, мы в долларовом выражении ВВП потеряли вдвое после девальвации 2015 года. Да, конечно. Потеряли после девальвации 2016 года. И ничего страшного не происходит. Это вполне нормальная ситуация на фоне дальнейших девальвационных рисков. Провал ВВП, он естественный. Плюс еще добавляется и удешевление экспортных наших позиций. Я имею в виду и нефти, и крупных, таких как металлы, алюминия, неважно. В общем, все наши экспортные позиции существенно дешевеют. Соответственно, ожидать падения, прихода денег мы вполне можем. Плюс все-таки ВВП, это же история суммарная. Это не только то, что мы покупаем или продаем извне. Мы же говорим еще о том, что это сумма услуг, которые оказываются в стране. Это сумма торговых операций, которые проводятся в стране частными лицами. И на фоне удорожания, например, продуктов, общий объем покупки будет сокращаться. И товаров, и услуг в том числе. Потому что, ну, если раньше вы могли себе позволить, ну, предположим, обычный человек мог себе позволить две стрижки в месяц, то после удорожания услуг, то, конечно, и при том, что зарплата, доходы остаются все теми же, он может себе позволить одну стрижку. Естественно, что это все сказывается в целом на ВВП. И я бы посчитал даже во многом прогнозы наших коллег оптимистичными в целом. Но в любом случае основные экспортные позиции у нас остаются. И на ВВП влияют в большей степени именно они. Какие факторы, на ваш взгляд, могут повлиять на самочувствие казахстанской экономики в следующем году? Кроме вот то, что вы назвали. Ну, факторов много. Все-таки мы ожидаем, что влияние повышения заработных плат и выплат ежегодных пенсий и так далее, хоть каким-то образом благоприятно отразиться на экономических возможностях страны, потому что базовыми драйверами роста всегда является товарное отношение внутри общества. Плюс мы ожидаем, я ожидаю, что, конечно же, если девальвация дойдет, ну, девальвационные риски усилятся, и мы дойдем до того курса, который, в принципе, я ожидаю, то, конечно же, будет удорожание товаров импортных, я имею в виду тех основных, которых мы покупаем. И, естественно, это в конечном итоге повлияет и на стоимость внутренних товаров, производимых внутри, потому что, в конце концов, чем больше мы производим сами, тем дешевле эти товары, тем меньше влияние, тем меньше мы импортируем инфляцию. Пока уровень импортируемой инфляции, это будет тем, что будет влиять на конечную экономическую ситуацию в стране. А как вы думаете, какие шаги, решения должен принять экономический блок правительства, чтобы нивелировать падение? Ну, это самый веселый и одновременно самый сложный вопрос. Почему? Потому что сейчас, очевидно, есть противостояние между Национальным банком и правительством. Национальный банк пытается приложить всю ответственность за рост экономики на правительство Республики Казахстан, при этом совершенно ведет неочевидную и очень часто во многом неэффективную политику, например, держа очень высокие учетные ставки и, соответственно, сокращая кредитование экономики уже совершенно до минимумов, потому что занимать под такие проценты ни один человек в здравом умении не будет. А если нет кредитов, то, соответственно, нет и ничего остального. Кстати, об этом часто говорит НПП и, значит, Тимураскач Кулебаев, в последний раз он на большой встрече об этом говорил. С другой стороны, правительство пытается хоть каким-то образом стимулировать спрос, но, как мы видим, основная нагрузка ложится на кредиты, ну, то есть на потребительские кредиты, они являются драйвером роста потребления, но это ничего хорошего, в принципе, не дает. Поэтому главное, что нам нужно сделать, это поднять уровень заработных плат. Все-таки он должен быть сопоставим в долларом эквиваленте до кризисного, так скажем, как это произошло в Российской Федерации, там уже зарплаты поднялись до сопоставимых величин. На сегодняшний день, если мы говорим о доходах населения среднедушевых, 55% населения, на них приходится по каких-то там 50 тысяч тенге дохода, ну, конечно, что бы вы ни делали, какое бы предпринимательство вы ни развивали, это невозможно, потому что при таком уровне потребления, в принципе, ничего невозможно. Вот в нашей беседе вы затронули девальвационное ожидание. Вы сказали, ожидаете некий курс тенге. Какой вы ожидаете курс и что происходит на валютном рынке? Как поведет себя тенге? Ну, здесь огромное количество факторов. Я не раз об этом писал и не раз говорил о том, что Национальный банк несколько лукавит, что он не вмешивается в формирование курса доллара. В частности, самое главное вмешательство – это через учетную ставку, которая позволяет получать сверхдоходы игрокам на внутреннем рынке. То есть доходность сегодня достаточно эффективная. Но я и предупреждал о ловушке, о том, что доходность, она эффективная, пока, ну, в смысле, она достаточно высока. Как только мы пойдем вниз, вот спустили там до 9%, тут же начала выстраиваться очередь людей, которые решили вернуть деньги государству и получить, так сказать, заработанное и натурализовать это все в доллар. В общем-то, прогноз, он сбылся, он идет медленно, потому что не готов Национальный банк признать действительность, откатиться до вполне себе очевидной стоимости заимствований и, соответственно, плодит, продолжает плодить пустую ликвидность, которая рано или поздно достаточно сильно ударит по нам в случае каких-то независимых, независимых от нас обстоятельств. Мой прогнозируемый курс, я как говорил, что к концу года мы вернемся там к 380-390, оно вот, в общем-то, идет, и мы идем смело к курсу 420. Я абсолютно в этом уверен, что если бы Национальный банк так активно не вмешивался в формирование стоимости доллара, не формировал искусственный спрос на тенге, я думаю, что мы бы были сейчас как раз вот на уровне 420, и это вот бы не было вот этой синусоидой, которая бы вводила людей в какое-то совершенно непонимание, что же происходит, некой единой, нет единообразной политики, как будет вести себя государство. Ну и вы же знаете о том, что Национальный банк поигрывает со статистикой, исключил, например, из обзора те деньги, которые натурализуются Национальным фондом, соответственно, он показал, что якобы спрос на доллар упал, но если мы суммируем все, то, конечно, он остается очень высоким. Я думаю, население интересуется, когда же все-таки нам ждать 420 за доллар? Этот вопрос традиционно нужно адресовывать главе Национального банка, я это говорил в 2016 году, когда у меня был публичный спор с советником, Алжасом Худайбергеновым, и когда, в общем-то, мы и дошли до той самой точки, о которой было много сказано, и много было споров по этому поводу, 380, если вы помните, тогда был прям принципиальный, это, как говорят в закрытых пространствах, заруба за информационное поле. Сейчас я думаю, что если Америка продолжит процесс удорожания ликвидности, если будут продолжены санкции, если будет обострение какое-то, и если нефть все-таки будет держаться долгое время на уровне 50 и ниже, то у нас не останется выбора для того, чтобы платить внутренние обязательства, для того, чтобы стимулировать экономику, теньговая ликвидность, для того, чтобы поднимать хотя бы на какое-то время доходы населения, а не пытаться искусственным способом сократить расходы, например, бегать по базарам и заставлять менять ценники, то мы думаем, что к марту месяцу, возможно, будем созреем для таких изменений, но я думаю, что ориентироваться нужно на июль-август, и это связано не только с экономическими, но еще и с политическими возможными вариантами развития событий. Ну вот как раз вопрос, международные эксперты как раз-таки говорят, что восстановятся цены на эталонные марки нефти в пределах 70 долларов, получается, если нефть будет около 70 долларов за баррель, то доллар не будет таким высоким для нас, 420, возможно, и не будет? Здесь есть некоторое заблуждение, что деньги быстро приходят. Например, если нефть поднимается, то эффект от этого можно ожидать через 3 месяца, там через 4 месяца, когда уже сам по себе процедуры продажи прошли и деньги поступили. Но это не самое важное. Если бы колебания были достаточно короткими и процесс рецессии цен был достаточно коротким, то можно было бы сказать, что это серьезно-серьезно повлияет. Но само по себе мы видим очевидный тренд на более дешевые марки, и это и политическое во многом решение, и технологическое во многом решение, и вообще меняется уклад, там очень много факторов, влияющих на стоимость нефти. Ну и достаточно сложно предположить, что сейчас нефть пойдет вверх, потому что торгуется уже весенний-летний, начинает торговаться весенний-летний сезон, соответственно, с точки зрения экономики низкой, находится в районе низкого потребления, и поэтому декабрь всегда показательный, на какое-то время, как она там, если мы помним, начинается...